Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей. И вот нам задают такой вопрос, основанный на деяниях святых апостолов, 12 глава, стихи 13-15. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежав, объявилась, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. И задается вопрос, значит ли это, что наш ангел-хранитель внешне похож на нас? Ну, это место из книги «Деяний святых апостолов», оно повествует как раз-таки о том, как святой апостол Петр и святой Иоанн за проповедь в храме в притворе Соломона были ввержены в темницу, но ночью ангел Господень освободил их молящихся и вывел невредимыми из темницы. Надо сказать, что этому событию в Иерусалиме, в Старом городе, даже был посвящен отдельный небольшой храм, который так назывался Петр в узах, называлась эта церковь, посвященная узам святого Петра. И вот святой апостол Петр, будучи освобожден из этого места, отправился в дом своего ученика и даже, может быть, родственника святого апостола Марка, который находился на Сионе в таком достаточно, ну, как мы бы сейчас сказали, фешенебельном квартале Иерусалима. И, кстати, располагался, в общем-то, совершенно недалеко от того места, где была темница, где находился Петр. То есть Петр пошел, в общем-то, в такое ближайшее к месту своего заточения дому, где, как он был уверен и знал, его примут с любовью и дадут ему, так сказать, приют и кров от этих вот постигших его скорбей. Но поскольку весть о том, что он находится в узах, уже разлетелась между христианами, то они никак не могли поверить, что это действительно Петр, поскольку непонятно было, каким же именно образом он освободился от усы темницы. И поэтому среди, так сказать, всего множества недоумений, которое сопровождало собой явление апостола Петра в этот поздний час ночи, звучали и предположения о том, что это не он сам, а всего лишь его ангел. Ну, вообще, дело в том, что здесь имеется в виду, скорее, та ситуация не то, что вот как бы ангел-хранитель, и что он похож на нас, что он выглядит точно так же, как мы, и поэтому явился ангел-хранитель Петра в том самом виде, который был свойственен и самому апостолу. Дело в том, что вообще, ну, ангелология древних евреев не была настолько, вот уж прямо, скажем, развита как современная, и вот это вот понятие ангел-хранителя, которое обязательно есть у каждого человека, все время ему сопутствует, оно еще не имело вот столь, собственно, скажем, широкого распространения и хождения, как сейчас, да, то есть для того, чтобы мы, поэтому, собственно, его и не называют именно ангелом-хранителем, а ангел имеет в виду как бы такое духовное явление духа Петра, да, то есть какая-то весть, которую передает дух, а ангел, собственно, является вестником, передает от апостола Петра, и для этого приобретает его форму. Ну, мы знаем, что бывали в житиях святых вообще такие моменты, когда они духом являлись в каких-то других местах, помогали другим людям, при этом телом находясь в совершенно другом месте. И вот, по всей вероятности, вот эти, так сказать, друзья и ученики апостола Петра, они также были наслышаны, может быть, о явлениях подобного рода, поэтому не в силах поверить в то, что апостол Петр явился им во плоти, они вот выдвигают такое предположение, что это как бы некая весть, посланная им от их учителя, и, может быть, даже это свидетельствует о том, что сам он уже скончался и казнен, и только вот его душа явилась к ним для того, чтобы поприветствовать их в последней, так сказать, земной встрече. Но из этого никак нельзя сделать вид, что тот ангел-хранитель, который по учению православной церкви, обязательно должен принимать какой-то наш вид, нашу телесную форму. У ангелов свой образ их бестелесного существования, у человека свой, и если в каких-то исключительных редких случаях ангелу бывает по воле Божией необходимо принять образ человека или тот образ, в котором он может не испугать другого человека, явившись ему, то это просто особые такие смотрения промысла Божия. На самом же деле ангелы выглядят таким образом, что, как мы знаем из слов преподобного Серафима Саровского, что человек даже не может спокойно, открыто смотреть на ту Божественную благодать, которая окружает собой. Ангел не может воспринимать ее благодаря недостаточной очищенности своей души. Как бывает тяжело и мерзко смотреть на демонов, точно так же человеку бывает трудно земному плотскому человеку воспринять явление ему ангелов в их славе бесплотных сил. Поэтому попытки, так сказать, уподобить их нам, это какие-то такие, может быть, частные случаи просто явлений ангелов для того, чтобы человек способен был воспринять ту весть, которую они приносят, не будучи поражен, отвлечен, отвлечен в смысле от содержания самой вести той великой славы и благодатью, которая присуща ангелам по их бесплотному, безгрешному естеству. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.